Каждая из машин – полноценная амбулатория на колесах. В ней можно оказывать помощь как взрослым, так и детям. Есть необходимое оборудование для интенсивной терапии и дефибриллятор. Канадцы специально адаптировали кареты скорой помощи к украинским реалиям. В частности, переделали системы электричества и подключения кислорода. Автомобили предназначены для центральных больниц Первомайского, Близнюковского, Барвинковского и Валковского районов. А для медицинских бригад, которые будут работать на машинах, канадская сторона организовала однодневный инструктаж в Киеве. Медикам и водителям показали, как управлять и пользоваться техникой. Майже каждого дня у нас трапляются случаи, что мы должны госпитализовать тяжкого хворого с места призначения до лекаря. А так как у нас появилось это авто, это будет гораздо быстрее и легче. Брак скорой допомоги – это просто смерть для селян, потому что нет доступа, нет как добраться до госпиталя, нет доступа до лекарей. Всего канадские партнеры передали Украине 10 автомобилей скорой помощи. Три направили на Луганщину, еще три в Черновицкую и Тернопольскую область и наибольшее количество – четыре в Харьковскую. Час від часу возникают потреби в деставке поранених, или просто тяжких хворих из Блеснюк, из Барвинкового до Харькова. Перемайский район – это большой район, очень много населених пунктов, очень много мешок внутренно перемещенных людей. И мы, когда говорили, в том числе и с районной администрацией, акцентировали именно на этих особенностях. Валківский район находится на трассе Киев-Харьков. И також, на жаль, часто трапляют дорожньо-транспортные пригоды. Стоимость одной такой скорой – 40 тысяч долларов. Наши акции не є одноразовими, вони є тривалими. И ми сподіваємося, в наступних тижнях, що буде акція і зі сторони ротарянців, зокрема, Британської Колумбії. Щодо медичного обладнання, також буде розвертатися проєкт навчання навіки екстреної першої допомоги для працівників ДСНС. Барвенковська, Первомайська і Близнюковська районні больниці получат канадські скорі уже на цій неділя. А на следующий машину передадуть і в Валковський район. Ксения Ручка, Медиагрупа «Об'єктив». Дякую.